Хотели бы переехать в Канаду? Сейчас узнаете, как это можно сделать. Поехали. Всем привет. Сегодня у меня очень интересный гость, который для того, чтобы работать и жить рядом с женой, причем русской женой, взял и переехал в Канаду. Сейчас мы узнаем у него, как он это сделал, как устроился, как собирается работать и как там собирается жить. Самир, здравствуй. Спасибо большое, что нашел время со мной поговорить. Здравствуй, Виктор. Мне тоже очень приятно, что у нас такое шоу, и сегодня мы с вами поделимся, как это мы сделали, и, возможно, это кому-то поможет в решении их проблем. Да, это, знаешь, такой нестандартный способ решить проблему с работой, взять и просто переехать. Но сейчас мы об этом поговорим. Слушай, Самир, у меня к тебе первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт и про свой бэкграунд, про опыт супруги. Вам ведь вместе нужно будет искать работу? Да, вот я, значит, сам родом из Азербайджана. Я учился в Азербайджане в школе, и дальше я учился в Америке по различным программам по обмену. Это было в Калифорнии, в Миссури. По возвращению в Азербайджан я поступил в экономический университет. Дальше в последнем курсе стажировался в PricewaterhouseCoopers, в аудите, остался на год после того, как я закончил университет. Далее перешел в инвестиционный холдинг Synergy в Азербайджане, занимался планированием и бюджетированием. И через год мне пришло этот offer, перейти в КПНГ. На тот момент только открывался отделение оценки бизнеса в Азербайджане, и требовалась стажировка в офисе в Московском. Вот. И на шесть месяцев. Через шесть месяцев я должен был вернуться. Я переехал в Москву. Там мы познакомились с Дианой. Она на тот момент училась во втором курсе вышки на факультете социологии. И мы начали встречаться. Через шесть месяцев, когда меня попросили вернуться в Азербайджан, я сказал, что я хочу остаться. И мне сказали, что нет, это не было в планах. Ну, если хочешь остаться, то можем это организовать, но мы тебе уменьшим твой downgrade сделаем, уменьшим твою зарплату. Ну, я согласился на это все. И остался в итоге в Москве. Ну, после, там, какого-то времени, там, по-моему, полгода, произошел вот кризис, валютный кризис, и рубль обвалился. И моей зарплаты стало не хватать просто на то, чтобы жить в Москве. Вот. Хотя мы снимали вообще, как бы, недорогую, там, квартиру, однокомнатную, не в центре. Вот. И на тот момент мне пришло предложение перейти в турецкую строительную компанию Renaissance Construction финансовым специалистом с намного более высокой зарплатой. Там зарплата была выше, чем даже у менеджеров КПНГ. Вот. И я, естественно, согласился. Вот. И начал там работать. Диана все это время, она стажировалась тоже в международных компаниях больших, крупных. Она была в основном в маркетинге. Это в Газпромнефти, Арифлейм, Джапан Тобако. Вот. И вот мы начали вместе жить. В итоге я, Диана, сделал предложение выйти за меня замуж. Это уже через три года после, как мы вместе жили. Вот. И далее, значит, произошло следующее, что меня перевели в центральный офис в Питере. Так я был на башне федерации, на строительстве башни федерации в Москве. И Диана работала в Москве. Но меня перевели в Питер. Вот. И я, как бы, попросил Диану со мной переехать туда, оставить работу. Вот. Она согласилась, конечно же. Мы переехали в Питер. Она устроилась в Кока-Колу. Она была, значит, управляющим по проекту FIFA, участие Кока-Колы в FIFA в чемпионате мира. И через три месяца меня обратно отправляют в Подмосковье, в Латкарину. Как бы, мне это было очень неприятно, потому что я уже думал, что мы останемся в Питере, что мы уже там сможем там построить нашу семью, там, возможно, купить квартиру и уже обустроиться жить там. Но я понял, что с нашей компанией, это как бы, в целом, в строительстве это нереально. Потому что где проект, там ты требуешься. То есть, если, может быть, это Ямал или какой-то другой город, Березники, то есть, меня могли отправить куда угодно. Вот. Я понял, что это как бы нереально иметь так семью. Это будет очень плохо как бы в плане наших отношений, как бы плохо влиять будет на нас. Вот. И в итоге я согласился. Я переехал в Латкарину. Мы начали думать, что нам делать, чтобы мы жили вместе и чтобы у нас могли работать на нормальной работе. Вот. И придумали такой вариант, что, возможно, следует куда-то переехать. И начали искать варианты. Это Америка, Европа, Новая Зеландия, там Австралия. Вообще не ограничивались ничем. Просто, чтобы страна была развита и всё как бы. Вот. В итоге мы нашли вариант с Канадой, потому что оказалось, что в Канаду легче всего эмигрировать. И тут за три года можно получить гражданство. Вот. И это очень легко оказалось. Вот. И так вот мы оказались здесь. Скажи, пожалуйста, а вы не рассматривали возможность просто взять и остаться в Москве? Казалось бы, самый простой способ, нет? Ну, честно говоря, я как бы из-за того, что я азербайджанец, я как бы мне тяжелее было устраиваться на работу, потому что у меня не было гражданства российского. вот. И также, кроме этого, университет я закончил не в России. Вот. И после ренессанса, после такой работы я бы, мне было больше тяжело найти аналогичную работу, где мне столько же платили бы за мою работу. Вот. Из-за этого плюс к этому еще добавится, знаете, что, как бы, я все-таки есть в России еще к сожалению предрассудки вот по поводу азербайджанцев. И мне даже как-то отказали просто в спортзал записаться за то, что я азербайджанец. Вот. Из-за этого я не хотел, чтобы в будущем у меня еще дети, как бы, к ним тоже было похоже отношения. Потому что даже если они родились бы в России, но только так, как они не как бы не славянской внешности, им тоже бы относились бы плохо. Из-за этого это тоже играло роль. Я думал, что возможно, стоит попробовать что-то в другой стране. А, ну да, тогда разумно, конечно. Учитывая, что у Дианы российское гражданство у тебя нет, в любом случае кому-то придется с этим возиться. если обоим возиться легче, чем одному, то, конечно. Да, еще, знаешь, интересен тот факт, что в России если один, то есть вы создаете семью и один из вас гражданин России, другой нет, то ему получить гражданство второму члену семьи сложнее, чем в Канаде получить вам гражданство, не имея... То есть если у вас ни у кого из вас нет гражданства, то я в Канаде за три года его могу получить. А в России я должен был ждать там больше там четырех или пяти лет. Вот. И там вначале надо подавать на РВП, потом продлевать его, дальше подавать на другую. То есть там еще это все бюрократия, это все замешано, так что это очень тяжело сделать. Да, слушай, вот это, конечно, очень интересная история, которую я не ожидал. Ну, в таком случае действительно есть смысл переехать в Канаду и там получить гражданство, чем здесь мучиться с российским гражданством. Самир, ты говорил, что вы рассматривали много разных вариантов, много разных стран, куда переехать, но остановились в итоге на Канаде. Почему? Да, почему именно Канаду? Потому что здесь есть, здесь легче всего эмигрировать именно в Канаду. В Канаде сейчас правительство либеральное во главе с трудой и у них специальная программа для эмиграции. Там на следующие три года у них в планах привезти один миллион новых эмигрантов по федеральной программе, которая называется экспресс-энтри, то есть экспресс-въезд. Один миллион? Нифига себе! Да, один миллион эмигрантов. Это делается с целью того, что у них уже население стареет и нужно соответственно новые молодые кадры, которые будут работать и выплачивать налоги, чтобы они могли поддерживать социальный уровень защиты для своего старейшего населения. То есть они так решили проблему с налогами, как это сделать. То есть они для того, чтобы пройти по этой программе требуется знание английского языка выше семи по IELTS, также чтобы у тебя были достаточно денег на начальное время жизни в Канаде, это приблизительно 15 тысяч долларов канадских на двух человек, также чтобы ты был здоровым, чтобы у тебя не было судимости и чтобы ты оценил свой диплом по канадской системе и имел опыт работы приблизительно 2-3 года в какой-нибудь компании. То есть они уже выбирают людей, которые будут заведомо, у них будет больше шансов стать успешными в Канаде. из-за этого то есть эта программа реально по ней пройти и очень несложно каждые 2 недели они делают отбор и люди все, которые набрали выше определенного уровня баллов они получают приглашение получают вид на жительство. Так что это сейчас идеальное время подавать на эту программу неизвестно потом какое будет правительство в Канаде и как они поминают эти законы но сейчас вот эта программа это реальный шанс переехать. Слушай, то есть здесь получается нет даже никакого риска не переехать в отличие например от Америки где еще нужно выиграть грин-карту ты берешь подаешь документы и если твой бэкграунд соответствует их требованиям тебе дают визу со 100% вероятностью. Да, все верно то есть тут гарантированно гарантированная возможность иммиграции и для этого просто надо вот знать то есть английский язык да, то есть быть там умным, здоровым так скажем иметь опыт работы и причем это не лимитируется в какой сфере то есть это может быть в чем угодно то есть и IT и маркетинг и бухгалтерия продажа то есть это абсолютно требуются все специалисты любого уровня вот и то есть иметь два года опыта работы то есть можно в принципе закончить университет и там поработать два года и подать уже на эту программу то есть для этого не надо ждать чтобы там было там 30 лет или получить вначале приглашение на работу в Канаде как-то требуется в других странах здесь не имея никакого приглашения по работе они проверяют возможность то что сможешь ли ты найти устроиться на работу после того как ты сюда приедешь то есть они вот эту вероятность оценивают и если как бы они смотрят у тебя есть образование ты там работал у тебя достаточно денег на начальное время ты не будешь как бы бременем для их налогового кодекса вот из-за этого шансы достаточно высокие чтобы получить вид на жительство то есть я понял что человеку с опытом с хорошим образованием получить вид на жительство в Канаде не сложно берешь подаешь документы получаешь приезжаешь но потом возникает вопрос а как найти работу даже если у тебя есть канадский вид на жительство но ты при этом не местный расскажи пожалуйста как с работой дела обстоят с поиском работы дела честно говоря тяжело обстоят то есть мы уже здесь получать почти уже третий месяц и нам тяжело устроиться на работу по своей специальности потому что я вовремя не сделал вот эти сертификации когда я работал с CFA например да или то есть эти международные сертификаты они помогают помогли бы мне но у меня их нет из-за этого мне как бы тяжело устроиться здесь все лицензировано абсолютно все чем бы ты ни занимался на все есть своя лицензия вот и требуется эти сертификаты иметь и без них или без опыта там обучения вот как бы да в Канаде очень тяжело как бы устроиться ну как бы нам тяжело устроиться именно вот в Торонто я не знаю как дела обстоят в других местах то есть 70% иммигрантов приезжает именно в Торонто возможно еще это обусловлено этим вот но нам пока тяжело мы подаем на различные там вакансии вот но мало интервью мало там откликаются на заявки наши вот ну из-за этого мы решили поменять свою сферу деятельности я сейчас обучаюсь там на риелтора а Диана обучается на программиста вот то есть фронта так и есть то есть то есть здесь я вообще не ожидал честно говоря что у них вот настолько регулируется все да в плане даже риелторство у них например чтобы стать риелтором ты должен пройти 5 курсов каждый по 50 часов сдать 5 экзаменов и только после этого ты можешь зарегистрироваться с каким-нибудь риелторским агентством и в течение года ты еще должен 2 года 2 курса пройти и только после этого ты становишься как бы полноправным риелтором и можешь работать в этой сфере вот тут просто настолько детально тебя обучают все то есть да какие вот стандарты по строительству там не знаю даже мне показалось странно то есть там рассказывали как термиты строят свое жилье и что они используют для своих тоннелей как-то ну и как бы ну настолько детально просто они просто все прорабатывают да вот какие там из какого металла трубы делаются там не знаю там какие есть стандарты по пожаротушению там как можно сделать не знаю какие-то канализационные схемы то есть абсолютно вот все как дом построить тебе рассказывать про все из-за этого то есть лицензия требуется таким же образом требуется на все остальные виды деятельности в Канаде лицензия то есть они хотят чтобы ты был то есть ты был профессионалом и знал все абсолютно если человек спрашивает я хочу купить дом какой стандарт сейчас в этом например ты должен на это ответить вот и из-за этого да я сейчас прохожу эти курсы и я скоро уже должен начать работать Самир а почему риэлтором мне кажется что пойти тем же финансистом было бы проще сдать CFA например нет окей почему почему именно я хочу стать риэлтором а не допустим мне сделать CFA и подать финансовые компании честно говоря я давно уже думал знаешь как-то мне вот хорошо получается продавать какие-то вещи то есть общаться с людьми и вот что-то им предложить то есть убедить как-то человека что-то купить и сделать из-за этого я вот эти навыки никак не мог использовать в оценке бизнеса допустим то есть в основном это работа с финансовыми моделями с экзелем и вот я заметил что у многих менеджеров с которыми я работал эти отличные качества такие soft skills они не сильно были развиты и у меня не было такого что я хочу быть как они как бы возможно некоторые из них имели сильные такие качества но в основном мне показалось что они как бы больше технические специалисты они очень хорошо разбираются на своем деле и я вот мне вот больше интересно было бы с людьми работать и я хотел как-то задействовать вот это знаешь свои возможности навык как бы по продажам вот соответственно когда мы сюда приехали я когда вот мы искали себе здесь квартиру я понял что хочу стоять риэлтором потому что здесь очень дорогое жилье и у них комиссия от продажи там поставляет порядка пяти процентов а средняя там однокомнатная квартира в Торонто стоит пятьсот тысяч да то есть это однушка там цены идут там до трех-четырех миллионов долларов да и если оттуда брать комиссию хорош там да даже пару процентов то можно там с парами сделками заработать столько же сколько там человек заработает на обычной вот работе там финансового специалиста в компании который будет там с утра до вечера сидеть и работать как бы да и вот и как бы никакой личной жизни еще при этом потому что мы там я помню когда в КПМК работали у нас там иногда проекты были чтобы допоздна сидеть и не один день как бы да там неделями иногда были проекты такие вот из-за этого мне показалось что я смогу это сделать и есть рынок и у меня английский достаточно хороший вот и как бы в целом мне кажется что я в этом плане так что я еще знаю турецкий азербайджанский русский я могу с клиентами различных стран общаться это все как бы сильные стороны я из-за этого решил именно заниматься риелторством вот диана решила заниматься программированием потому что здесь огромный спрос на программистов очень много стартапов здесь вот после первом квартале вот восемнадцатого года я читал этот отчет недавно восемьсот миллионов долларов вложили венчурные фонды как бы в стартапы здесь то есть это огромные деньги и в основном это базируется именно в Торонто здесь очень много стартапов компаний технологических которые получают от сид финансирования и так далее они нанимают программистов там даже сейчас курсы которые за три месяца берут 15 тысяч долларов и обучают тебя на уровне как бы университета то есть они конкурируют с университетами и они почти гарантированно ты получаешь работу программиста то есть человек который вообще не занимался никогда программированием за три месяца может научиться программированию на таком уровне, чтобы ему платили в год 50-60 тысяч долларов канадских. Это здесь реально сделать. И люди, наши знакомые есть, которые уже так вот закончили эти курсы и так работают программистами. Из-за этого Диана больше любит технически. Она такая наклонность больше техническая. Она не любит в основном с людьми общаться и так далее. Она больше с компьютером и приятнее. То есть, интересно. И она решила именно стать программистом в этом плане. Вот мне кажется, что программистом как раз в Канаде быть несложно. Программист, он и в Африке программист. Сидишь себе, пишешь код. А вот быть сейлзом, быть риэлтором, наверное сложнее, потому что тебе нужно понимать культурные особенности местного населения. То есть, например, в России тебе работать сейлзом было бы несложно, потому что ты практически нейтив, ты хорошо понимаешь и население местное, и ты смог бы им продавать. А вот в Канаде, наверное, не так. Даже если хорошо говоришь по-английски, ты все равно как бы не свой. И ты можешь с местными иметь хорошее отношение, но при этом оставаться аутсайдером, и поэтому не иметь возможности эффективно продавать им что-то. Вот скажи, пожалуйста, ты такой барьер не замечал? Ну, как бы я еще не начал, честно говоря, работать. Я встретился с некоторыми риэлторскими агентствами здесь, которые рядом с нами, рядом с нашим домом. И я с ними пообщался. Они меня все пригласили, как бы, у себя работать. Вот. И в этом плане как бы мне показалось, что я увидел просто их других агентов, которые с ними работают. Я не увидел, как бы, такой большой разницы, потому что один важный момент то, что в Торонто население в основном все приезжие. Здесь в основном все говорят с каким-то своим акцентом. Здесь очень много иностранцев, то есть самих канадцев здесь, наверное, процентов там 30-40. А в основном это все приезжие. И вот то, что миллион иммигрантов собирается сюда приехать, из них 70 процентов это будет в Торонто именно. То есть есть большая вероятность, что я буду продавать эти квартиры не самим канадцам, а, возможно, этим иммигрантам. Вот. Соответственно, я в этом плане думаю, что не должно состоять таких особенно проблем. Да, это разумно действительно. Если тебе нужно общаться не с нейтивами, а с кучей других иммигрантов, то, конечно, никакого барьера нет. Особенно, если ты будешь общаться с иммигрантами, например, из России, из Азербайджана, то там у тебя даже будет конкурентное преимущество относительно местных риэлторов. Да, понимаю. Окей, расскажи теперь, пожалуйста, про денежную составляющую, особенно про две вещи. Сколько можно зарабатывать и сколько придется тратить. Вот, к примеру, программист и риэлтор на какие зарплаты могут рассчитывать в Торонто? И, может быть, там люди каких-то других профессий на какие зарплаты могут рассчитывать? Ну, смотри, давай тогда так скажу вначале, что вот минимальная зарплата в Канаде вообще составляет 14 долларов в час. Это 14 канадских долларов в час. То есть, вот, то есть любая профессия, как бы, да, начального уровня, хоть это, там, возможно, там, помощник бухгалтера или, там, бариста в Старбаксе или, там, кто-то еще другой, они все зарабатывают 14 долларов. Вот. А дальше уже идет рост в зависимости от, там, там, специфики работы, то есть, да. Допустим, в Канаде там зарабатывают, вот, программисты могут зарабатывать в среднем где-то от 80 тысяч и выше в год. В зависимости от того, какие они программисты. Там, из России, это прям считается, самый лучший программист, наверное, здесь из России, как бы, который приезжает, ему очень легко за всем устроиться на работу. За ними прям охотятся хедхантеры, пытаются все устроить на работу, получить свою комиссию. Вот. Так, хорошая зарплата, вообще такая идеальная зарплата в Канаде это 150 тысяч в год. То есть, это менеджеры высокого уровня, как бы, то есть, они во всех почти этих там могут столько зарабатывать. В продажах, это уже от тебя зависит, комиссия. Допустим, как я сказал, там, риелторы, есть, которые зарабатывают столько, есть, которые больше еще зарабатывают. Вот. И также очень высоко оплачиваются специалисты медицины. То есть, здесь вот особенно стоматологи. То есть, это самые высокооплачиваемые специалисты, хирурги какие-то и так далее. То есть, хотя многие из них уезжают в Америку, потому что там зарплата еще выше. Вот. Но здесь, которые остаются, они тоже все живут очень хорошо. И государство им помогает открыть даже частные клиники. То есть, это государство финансирует открытие таких частных клиник для стоматологов. У них есть специальные программы для этого. Вот. Из-за этого есть специалисты, которые хорошо зарабатывают. А так, жизнь в Торонто, это, то есть, аренда квартиры составляет приблизительно, там, 1700-2200, если квартира однокомнатная в центре города, в хорошем доме. Если это где-то за городом, то это может быть, там, 1200-1300 долларов в месяц. Также можно снять, например, квартиру, которая, там, подвальные помещения не сделали, как квартиру, такие будут стоить, там, тысячу в месяц. А комнату арендовать будет 500-600 долларов. Расскажи, пожалуйста, по поводу медицины. Вот в Америке она очень дорогая. Интересно, в Канаде это так? Это, кстати, одна из причин, почему мы выбрали Канаду. Потому что в Канаде бесплатная медицина, здесь, то есть, бесплатная? Да, бесплатная. То есть, здесь ты получаешь, вот, после того, как ты стал, получил вид на жительство и прожил в своей провинции, например, в Антарио, это провинция, где находится Торонто, 90 дней тебе дают, значит, страховку медицинскую. Вот, кстати, она даже у меня здесь есть с собой, я могу показать её. Вот, и при уже с этой медицинской страховкой ты можешь как бы получить все вот услуги бесплатно. Вот, это медицинская страховка. Да, и в основном это, ну, это как бы не покрывает там какое-то стоматологическое, опять, такие лечения, потому что здесь это очень дорого. Только какие-то случаи, когда это прям неотложная помощь тебе требуется, то тогда стоматология она покроет. Так, в основном, покрывает всё остальное. То есть, любые операции, там, рождение, так далее, то есть, вот эти все вещи она покрывает. А в Америке это очень дорого стоит. Вот, из-за этого хорошо иметь страховку канадскую. Даже в будущем, если ты получишь гражданство и решишь переехать куда-то ещё, возможно, вернёшься в Россию, всегда можно приехать сюда и, допустим, получить лечение. Да, то есть, это большой плюс. Например, если там у тебя ребёнок родился, где лучше, да, это сделать? Там, в клинике там или в Азербайджане, в России, там, или в другой стране или в Канаде. Здесь уровень медицины тоже намного выше. Из-за этого это более безопаснее, как бы, здесь именно. Так, а что с образованием? Понятно, что у вас будет семья, дети. Сколько стоят сады и школы? Здесь, как бы, с образованием в плане, допустим, я два года, три года назад поступил, ещё когда жил в России, я подавал на MBA и поступил в University of British Columbia, это находится в Ванкувере, и мне дали scholarship, что-то, минус 10 тысяч, у меня оставалось там 18 тысяч на tuition, да, это за полтора года, полтора летняя программа была, то есть, в целом, она намного дешевле, чем в Америке, и при том, что это университет тоже считается, там, котируется очень высоко в Канаде, там, хоть и не на первом месте, на втором или третьем месте он бывает, вот, то есть, здесь, в плане образования, оно дешевле, чем в Америке, возможно, можно же сопоставимо с ценами, с ценами, с Россией, как бы, потому что я знаю, что, например, в Сколково, очень дорого тоже, как бы, учиться, детские сады, детские сады, честно говоря, я это еще не знаю, ну, вообще, среднее образование здесь бесплатное для граждан, вот, как бы, видно же, если кто получил, то есть, мы за это не будем платить, ничего, вот, вот, а так есть частные школы, конечно же, они, в зависимости уже от того, там уже любой цены, как бы, может быть, в зависимости от того, какие там услуги предоставляются. Да, звучит многообещающе. Расскажи, пожалуйста, теперь про ваши впечатления о жизни в Канаде в целом. Например, три вещи, которые вам понравились в Канаде. Три вещи, которые мне больше всего нравятся, это, наверное, то, что здесь, вообще, природа мне очень нравится. Здесь очень много зелени, здесь это прям все охраняется, там, у нас там, до Ниагарского водопада здесь ехать, наверное, там, полтора часа. Здесь везде леса, там даже белки повсюду бегают, там, утки, не знаю, ну, как бы, просто очень приятно, вот этот метод, я вообще люблю лес, вот это, растения, чистая экология была. Это вот первое, наверное, что мне сразу, вот я заметил. Далее, то, что мне нравится, что люди здесь очень простые, да, и они, бывают такие люди, такие, знаешь, гламурные, которые строят из себя, что тут, в России, в Азербайджане таких много, а здесь без разницы, там, сколько ты зарабатываешь, 150, 200 тысяч, все простые, ходят, гуляют, никто так не выделяется даже, только, может, по машине можешь узнать, что кто-то там больше может зарабатывать, да, так, но это мне очень нравится, что люди очень простые, добродушные люди, со всеми можно просто прийти там поговорить, и третье, наверное, то, что мне больше всего нравится, это то, что здесь очень люди спортивные, здесь прям все или бегают, или на велосипедах катаются, спускаются в спортзал, все время все занимаются спортом, вот, то есть такая здоровая нация, там, вот, мы знаем, что вот в Америке, например, это образ американцев, что там они такие толстые, жирные все, да, а здесь вообще такого нет, здесь как бы все потянутые, все смотрят, следят за своим питанием, вот это мне очень нравится, что, что, это очень приятно, как бы, вот, три вещи, наверное, которые больше всего не понравились. Окей, а теперь три вещи, которые не понравились. Ну, вот, из того, что мне нравится, первое тоже, что мы заметили, это то, вот сколько здесь наркотиков, в плане того, марихуаны, да, она здесь просто, ее почти все курят, на улице ходишь, и даже в центре города, то есть, есть вот эти магазины специальные, где тут наркотики, марихуаны продают, и здесь она декриминализирована, и в этом году планируется ее полностью легализовать, то есть, обычное использование, да, то есть, так было медицинское использование разрешено, якобы вот кому-то плохо, и они там от стресса используют, это разрешается здесь сейчас. А сейчас будет разрешено использование просто так, ради удовольствия. Это мне не нравится, что в будущем, то есть, твои дети будут расти, вот в таком вот месте, где много людей курят траву, то есть, да, и причем никак не пытаются это как-то скрыть, то есть, вот, и это первое, что мне не понравилось больше всего, наверное. Но для некоторых это может быть даже плюсом. Да, возможно, знаешь, для молодежи, для молодежи это будет плюсом, наверное, кто там в этой теме, то есть, да, им возможно будет приятно. Но просто надо думать о будущем, да, что будет там через 10 лет, так далее, когда у тебя будут дети, и как это, они будут развиваться, как бы, да, в этом плане, там, не знаю, то есть, я понимаю тебя. Да, да, потом следующее, что мне не нравится, то, что билеты очень дорогие, внутри страны, у нас, например, мы вот сюда прилетели, мы купили билет, там, Москва, Лиссабон, Торонто, но обошлось, вроде как, около 250-300 долларов за человека. А тут один билет, вот, от Торонто до Ванкувера стоит столько же. Вот, и это кажется, что это внутри страны должно быть субсидировано как-то государством, да, а тут, как бы, нет, тут государство, наоборот, пытается на этом заработать, да, и также, например, все вот магазины, вот это алкогольные, они все принадлежат государству, то есть, они вот главные места, откуда могут заработать деньги, они все это национализировано, то есть, да, и государство пытается на этом заработать. Возможно, за это здесь бесплатная медицина, как раз таки, но, в итоге, для потребителя, как бы, это неприятно, как бы, да, потому что дорого, реально, получается. Вот, и следующее, вот то, что, наверное, мне не нравится, это то, что тяжело найти первую работу, все хотят, чтобы у тебя был канадский опыт, да, то есть, то, что некоторые говорят, что да, канадский опыт, это то, что ты на английском не очень говоришь, не понимаешь какие-то свои шуточки, это, как бы, не так, как бы, да, у нас с этим еще проблем нет, и все равно, как бы, тяжело найти, то есть, нет вот, каких-то программ для начинающих, как бы, чтобы, чтобы, как бы, они могли интегрироваться, побыстрее, как бы, да, в общество, вот эти три вещи, которые вот больше всего не нравятся. Три совета для тех, кто планирует эмигрировать? Первое, наверное, это то, что вот, как бы, не важно, в первую очередь, надо изучать английский язык или французский, да, то есть, это вот самые высокие баллы, наверное, можно улучшить по английскому языку. Второе, это то, что вы, как бы, лучше не тянуть и сделать это пораньше, чем раньше вы сделаете, тем быстрее вы станете гражданином Канады. Вот. И третье, это то, что думайте не только о себе, а думайте еще о ваших детях, да, вот, допустим, где они будут учиться в будущем, где они будут получать высшее образование, то есть, да, какое качество жизни будет у вас. Вот не сейчас, через пять лет, через десять лет, то есть, надо думать о будущем, и когда ты вот это все учитываешь, получается, что понимаешь, что реально стоит иммигрировать. Вот. Спасибо, Самир. У нас, к сожалению, не так много времени в формате интервью, и вот сейчас он уже подходит к концу, но мне очень интересно будет дальше смотреть твою историю, как вы найдете работу, как вы обустроитесь, как вы будете дальше жить, и я с радостью буду смотреть твой канал, где ты об этом рассказываешь. Кстати, ссылка на канал внизу в комментариях, поэтому очень рекомендую. Подписывайтесь, смотрите, и думайте, может быть, это вам тоже интересно. Спасибо еще раз, Самир. Да так, всем желаю удачи. Все тогда, до связи, надеюсь, еще поговорим и спишемся. Пока.